Да, но тем не менее у нас дискуссионная передача, поэтому говорить мы тоже будем, а сейчас прошу песню. Наверное, с коротенького стихотворения начну, которое перейдет в песню «Море обид». Вначале просто стишок. Пожалуйста. Меня ждали молча, а после фанфары сочились наружу из душ, И стадо все волчье уставило фары, смотря на меня, как на куш. Мне боязно было, но, взяв себя в руки, я долго стихами им пел. Они так печально глазами разлуки смотрели из проданных тел. Пытались понять, и я их пытался обнять теплым разумом слов. Эх, тогда бы мне знать, что взор их впивался в ответ рядами зубов. Гичу слышно? Слышно, да. Когда приходит мечта, рисуя новый просвет, Ты сам себе ломаешь схему, снова словом нет. Когда приходит любовь, и нужно дать ответ, Ты говоришь, что нет любви, что все это бред. Проходит мимо года, меняя все вокруг, И вместо стука в груди какой-то странный звук. Твоя душа как тетива, сердце как лук, И вроде цели видны, но нету стрел, мой друг. Это море обид, омывает твой ум, вымывает мечты, Оставляя шум. Это море обид, омывает твой ум, вымывает мечты, Оставляя шум. Еще живет страна, в которой я живу, Еще жуют души эту синеву, И как бы ни тянуло к небесам, Стою во мгле, хотелось мне взлететь, Но я привязан к земле на нуле. Индикатор лет, может, он сбоит, И я оставлю след, в лето дверь открывая, Вижу новый куплет, параллельно во снах Пью таинственный свет. Для чего эта боль, что я должен сказать, И зачем пишу, превращусь сразу в ноль, Если вдруг заявлю то, что ухожу, А кто ближе к стихам, Все поймет, ведь он знает, Что нету сил продолжать этот бой. Вы простите меня, я вам все простил Это море обид Омывая мой ум, вымывает мечты, Оставляя шум, это море обид Омывая мой ум, вымывает мечты Оставляя шум, это море обид Омывая твой ум, вымывает мечты Оставляя шум, это море обид Я напоминаю, что, тем не менее, это программа «Открытые вопросы», дискуссионная передача Сегодня у нас в гостях исполнители, музыканты, и не только, «Вакум» и «Озолс» Знаете, господа, чтобы наш разговор принял более предметное какое-то русло Я хочу вот о чем поговорить, о том, существует ли такое понятие, как латвийский шоу-бизнес, латвийская эстрада И есть ли возможность туда простым начинающим музыкантам как-то пробиться И какую стратегию им лучше избрать Я не видел, наверное, «Озолс» лучше расскажет Это трудно сказать, да Во-первых, я думаю, что очень важно все-таки, какой у тебя формат И что ты понимаешь поп-музыка, если мы именно о поп-музыке говорим Кто-то понимает, что поп-музыка – это Джордж Майкл Кто-то понимает, что поп-музыка – это Бритни Спирс И форматы разные, и слушатели для этих двух поп-форматов тоже, я думаю, что разные Ну хорошо, давайте мы оставим поп-музыку Давайте альтернативную сцену посмотрим Ну просто, если кто-то хочет, ну есть же много таких, скажем, не настолько поп-проектов Которые очень все-таки удачно себя доказали здесь, в Латвии Я думаю, такая вот, в общем, по-моему, перспективная и сильная группа, как «Инструмент» И они меня в хорошем смысле удивляются своим новым проектом, новыми идеями, какими-то концертными шоу Я немного с их музыкальной деятельностью знаю, но то, что я видел, по-моему, это такая, скажем, поп-музыка, но курс на аккаунтс, от которой не стыдно То есть, есть люди, которые доказали и доказывают, что можно существовать и можно это делать Ну, тот же самый брат Ветер, там, Густаво, по-моему, тоже набирают полный зал Гачо набирает полный зал Есть еще же много разных проектов, которые очень удачно... То есть, нет такого, что страна у нас маленькая и никто не пойдет... У нас есть своя очень ценная атмосфера в Латвии То есть, как бы, если, например, взять русских в России, там, да, москвичей, допустим, если взять, то Мне всегда приятно с ними общаться в том плане, что какой-то гонор такой есть Жесткий довольно-таки, да, здесь, например, если про русский сказать и про поэзию Русскую в Латвии, то она имеет свой оттенок такой, очень интересный и неповторимый Прибалтийский? Да, ну, даже латвийский, наверное Потому что где-то дальше уже по-другому уже будет И, например, я родился в России и впитал Россию, там, там, ребенок впитывает до пяти лет все основное, да, самое А потом меня в Латвию привезли, в первый класс я пошел здесь Но впитал я основное там А дальше в творческом плане рост здесь И вот, например, для меня это большой плюс То, что пишется сейчас именно вот из-за этого стечения обстоятельств Поэтому мы, как бы, здесь... Респект Латвии А вот, кстати, интересный тоже вопрос относительно языка, на котором предпочитают петь и исполнять музыку То есть, что сейчас востребовано в Латвии? Петь по-латышски? Не важно, язык в самом деле А может, по-английски лучше петь даже сейчас? Не, ну, я считаю, что логично Ну, логично все-таки любому, кто себя каким-то образом хочет переподнести в стране, которую мы называем Латвией Тогда он все-таки должен работать на одном из двух, которые здесь есть, основные языки Если это русский, русский, может, исполнитель, ему все-таки ближе русская аудитория Пусть он делает это на русском, да Если это то, что ему, конечно, в первую очередь, я считаю, здесь надо на Латвийском Ну, много-много и проектов, которые себя доказывают и на английском языке хорошо Ну, вот хороший образец тоже самое, опять скажу про Атватор Они здесь делают на Латвийском, когда они выезжают куда-то, они те же самые песни и презенты представляют Представляют и на другом языке Ну, это, в принципе, в каком-то мере логично и с точки зрения какой-то коммерческий И, конечно, есть иногда так, что очень-очень, я лично сам считаю, что всегда Вторая версия песни, она не настолько никогда не будет удачной именно с точки зрения лирики То есть, если ее переводить ты имеешь в виду? Да, вот очень часто сейчас тоже вышла песня совсем новая У, опять же, одного поп-проекта латышского, очень хорошего, высокого качества ролик Это группа Мюзык, вот у них есть латышская песня и есть английская версия этому Ну, я сразу, скажем так, для себя чувствую, что до меня так не доходит эта английская версия По-моему, очень часто вообще этот переводом все-таки так не получается И я и сам им переводил, тоже были тогда такие случаи И вот первая версия все-таки, она как-то всегда лучше ложится Или эта первая была на английском, или уже на каком-то другом языке А у нас все-таки такая самая трушная А вот как насчет такого варианта, когда использовать два языка в одной песне? В частности, у тебя в Акум, по-моему, есть... Нет, у нас в Одессе последний трек, вот для Дианы Спынов фильм «Омега» был На двух языках, все классно, все здорово, мне кажется До этого у Одесса был проект «Аустромблокс» Очень часто такие синтетики происходят, такие, да, междуязыковые Это если, естественно, сделано, не наиграно, а как само по себе произошло То здорово, мы же здесь все общаемся, русские латыши У нас был в этом именно «Аустромблокс» проект именно интересный такой проект Именно, что в одной песне мы делали так, что, как сказать, рифма, да, рифма была Вот окончание, в принципе, рифма должна быть как минимум в конце строки, да, в рэпе Ну, это как минимум так Чтобы перепятались языки Неписанный закон, да Неписанный закон, да И вот у нас было такое, что одна строка на русском, и мы находили рифму Следующая строка уже на русском Густаво потом взял вот эту фишку и слабо сделал песню Может быть Я думаю, что Густаво сам довольно яркая личность, чтобы ни у кого ничего не... Не, не, но он был просто Не брать, не заимствовать, скажем так Да, он все-таки... Ну, это да Я подметил, что было первее просто Ну, да, да Ну, вот это было, что, да, рифма была Именно находили слова похожие, русские и латышские Которые рифмовались между собой Вот продолжая эту тему, кстати Вот так вот замечательно все получается вместе совмещать Но опять возвращаясь к музыкантам Есть ли такое, что в Латвии есть сообщество музыкантов латвий, латышей и сообщество музыкантов русских Есть это разделение или вот единая большая семья, и как это происходит? Ну, я считаю, что, конечно, есть Есть разделение, да Ну, то есть, не, ну, хотим или это мы не хотим, это факт Ну, как музыка, это продолжение нашего общества в любом случае, да? Ну, то есть, конечно, русскоязычным будет интереснее послушать на своем одном языке Не, во-первых, вообще песни отражают корни какие-то То есть латыши должны петь на латышском Просто когда начинается вот это обезьянчество Когда там кто-то видит какие-то западные клипы И хочет там похожим быть на... Это неправильно, нужно развивать свое здесь местное То есть, и начинают презирать там даже свой язык, начинают стесняться Такие случаев сейчас очень много, потому что очень большое влияние на нас имеет Вот эта вся американская пластмассовая индустрия Нельзя на это поддаваться, нужно делать свое, нужно слушать свой внутренний мир Ну, подожди, подожди, что ты говоришь? Влияет американская пластмассовая индустрия? А вот этот рэп, о котором мы вначале говорили, хип-хоп, брейк-данс Откуда это все пришло? Ну, что ты рассказываешь? Например, что я рассказываю? Я рассказываю то, что хочу рассказать Например, то же самое брейк-данс Есть такая проблема в брейк-дансе, когда есть такие народы Например, корейцы, допустим, какие-то Они танцуют по-своему брейк-данс Американцы по-своему, со своими жестами и так далее Они агрессивны Кто-то еще русские танцуют по-своему Но русские сейчас стараются копировать американцев Вот это плохо, я считаю Там питерские, московские брейкеры часто бывают очень... Ну, видно сразу, что они копируют Какие-то из глубинок приезжают ребята, которые мочат такой уровень, просто нереальный И они, естественно, выглядят, потому что они никого не копируют Это гораздо круче смотрится Брейк-данс тоже мало ли что откуда заимствовано Все перетекает одно из другого Это нормально Русская культура тоже впитала До этого и добрый дается много чего от других культур Это очень интересно А вот можете сказать о национальной особенности латвийского, пожалуйста, рэпа или брейк-данса? Какой вот у нашей латвийской, что его отличает от других? Именно если рэп, то вообще, скажем так, рэп... Ну, в первую очередь он делится все-таки на мейнстрим или такой очень коммерческий или некоммерческий А вот латвийский чем отличается? Давай закончим И, в принципе, очень часто это появляется из-за масштабов страны Если, в принципе, это масштабная сторона, как Германия, там, не знаю, Франция, Америка Масштабы большие, в принципе, в каком-то моменте есть артисты с этой среды, которые все-таки клонят более коммерческий Если, в принципе, эта среда очень маленькая И изначально уже ясно, что здесь, ну, все-таки никто на Бентли в конце концов не будет ехать, да? И, ну, ролики не будут такие, как они в Америке, где, в принципе, это все настроено на то, что, ну, в принципе, как бы ты показываешь хорошие машины, цепи И, в каком-то смысле, ты это все и имеешь в реальной жизни Да, отражаешь реальность, да Ну, отражаешь в каком-то смысле свою реальность или свою, ну, реальность, которую ты хочешь или которую ты для себя придумал Ну, вот в маленьких таких странах, как Латвия, здесь он такой, ну, хип-хоп и вся эта культура, она более трушная Потому что, в принципе, все, кто этим занимается, по большому счету, они не планируют в конце дня, скажем, там, заработать на этом сумасшедшие деньги и так далее Иногда пытаются в клипах показать это Не, ну, пытаются Это очень глупо Ну, да, это смотрится к глупу, конечно, если ты Это странно смотрится, если ты, там, в ролике у тебя Мерседес, а потом ты на трамвае едешь Ну, это неправильно Не ходите в фальшивых бриллиантах или, да, в шубах Ну, да, но, в принципе, эта проблема, она, может, у истоков и у истоков и хип-хопа здесь, в Латвии, было, да Но, в конце концов, все вырастают и все понимают эту культуру Все понимают эту культуру и в каком-то смысле она более Более такая, ну, трущная становится, если можно так сказать Ну, все здорово Ну, так, я считаю И вот, Авакум может больше о танцах сказать Ну, так, я считаю, что я могу сказать